Человек разумный, несмотря на свое видовое название, с момента возникновения и до сего дня, ведут бесконечные войны на сокращение численности друг друга. Ни одно животное в природе не применяет столько изобретательности и уловок, чтобы истребить себе подобных. Историкам известны самые необычные виды такого оружия. Оружие защитников Бала-Хисар. Бала-Хисар – это крепость, которая находилась на территории современного Пешавара, в Пакистане. Александр Македонский в IV веке до н.э. подступил к ее стенам. Осада, очевидно, закончилась успешно, потому что после нее крепость уже не восстановилась. Следы той осады и обнаружили археологи. Заинтересовала их одна из находок – шары искусственного происхождения. В составе шаров присутствовал барит и особо горючая смола сосновых деревьев. Сделав анализ находок, ученые пришли к выводу, что эти шары использовали защитники крепости. Они метали их при помощи катапульты на головы греков. Сейчас бы это назвали огнеметом. Возможно, секрет этого оружия пришел в Грецию именно после взятия крепости. Потом, по прошествии веков, это стало самым могущественным оружием Византии в морском бою. Известковая пыль Квинта-Сертория Римляне были лучшими воинами прошлого. Их легиона покорили всю Европу и Ближний Восток. А возглавляли их такие талантливые полководцы, как Квинт-Серторий. На территории современной Португалии он столкнулся с племенами варваров, которые устроили себе убежище в известковых пещерах. Выкурить варваров из пещер было очень сложно. Но Квинт-Серторий придумал военную хитрость. Он приказал легионерам насыпать около входов в пещеры большие кучи известковой пыли. И когда подул ветер нужного направления, пыль начали вырошить, и она стала засасываться внутрь пещер. Через три дня варвары сами вышли из пещер и сдались римлянам. Газ Древнего Китая Известковую пыль в качестве оружия использовали и в Китае полководцы императора Лин Ди. Но они серьезно модернизировали свое оружие. Известковую пыль расположили в чинах на колесницах с мехами. Когда подул ветер в сторону неприятеля, колесницы помчались вдоль их позиций, оставляя за собой облака пыли. Затем последовали лошади, тянувшие мешки с зажигательной смесью. А закончили дело лучники, расстрелявшие уже небоеспособного и деморализованного противника. Свиньи и бомбы со змеями. Животным также пришлось поневоле участвовать в войнах людей. Слоны из-за своих размеров и необычного вида широко применялись в античности. Это были своего рода танки древности. Но как и все живые существа, слоны были подвержены страхам. Этим и пользовались армии, против которых применяли слонов. Навстречу гигантам выпускали обычных свиней, поджигая их при этом. Поистине никто не сможет сравниться с человеком в проявлениях такого характера. И к себе подобным, и братьям нашим меньшим. Другой способ применения живых существ был более гуманным, но не менее устрашающим. Ядовитых змей помещали в керамический сосуд и с помощью катапульты забрасывали в осажденную крепость или на палубу корабля противника. Так добился успеха карфагенский полководец Ганнибал Барк в морском сражении против царя Евмена. Использование серы в бою. Еще задолго до атаки под Ипром, нашим предкам были известны свойства различных минералов, в частности серы. Но применить такое оружие можно было только в замкнутом пространстве. Таким зачастую оказывались подкопы. Их широко использовали во время осады крепостей. Но защитники тоже не дремали и рыли встречный тоннель. Не всегда такая встреча была приятной. Во время осады персидскими войсками римского поселения Дура, Европос, в 256 году н.э. как раз и возникла такая ситуация. Но персам это и нужно было. Они подожгли кристаллы серы, и дым потянуло в сторону римлян. В результате персы получили половину уже прорытого тоннеля и крепость в придачу. Эти подробности стали известны лишь благодаря кропотливой работе археологов, раскопавших руины Дура и Европос в 1930 году. А у вас, друзья, есть какие-то мысли на этот счет? Напишите в комментариях. Поддержите нас подпиской, лайком и репостом. Субтитры создавал DimaTorzok